Привет всем! Сегодня у нас очередная экскурсия выходного дня. Целью является один из самых красивых городов Германии – Дрезден. Дрезден – это центр Саксонии, получивший в литературе название «Флоренция на Эльбе». К сожалению, вследствие бомбардировок во время Второй мировой войны, старый город был почти полностью разрушен и лишь частично восстановлен на левом берегу Эльбе. Но даже в таком виде Дрезден известен своими памятниками архитектуры в стиле барокко и, что самое главное, великолепными собраниями живописи и других произведений искусства. Так что сегодня мы не ограничимся только внешним осмотром города, а обязательно посетим всемирно известную Дрезденскую галерею старых мастеров, что прикоснутся к творениям величайших художников мира. Паркуемся в подземном паркинге в самом центре Дрездена. С помощью лифта поднимаемся на новую рыночную площадь. Вот, кстати, лифт, соединяющий парковку и площадь. Просто мега удобно. На рыночной площади доминирует протестантская церковь Фраункирхе, уничтоженная в 1945 и воссозданная в 2005 году. Также на площади мы можем увидеть памятники королю Саксонии Фридриху Августу II и Мартину Лютеру, христианскому богослову, основоположнику одного из направлений протестантизма-лютеранства. Музыка. 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 Сейчас мы видим один из старейших городских фонтанов – фонтан мира со статуей богини Победы Викторией. Музыка. В стрелочной площади входим на Аугустус-штрассе, где можем полюбоваться плиточным панно под названием «Шествие князей». Это самое большое в мире панно, созданное в 1907 году и состоящее из более чем 25 тысяч фарфоровых плиток. На панно изображена тысячелетняя история княжеского рода Веттином, которая правила в Саксонии. Длина панно – 105 метров, ширина – 9,5 метров. Музыка. На панно изображены 35 королей в верхомных лошадях. Между ними изображен пеший лук – охрана, слуги, дети, деятели, искусство. Отсутствуют только женщины, которых не принимали во внимание в те времена. Это панно пережило бомбежки 1945 года и, таким образом, сохранило свой первозданный облик. Аугустус-штрассе Аугустус-штрассе выводит нас на дворцовую площадь. На площади мы видим памятник королю Фридриху Аугусту I. Также над площадью возвышается Хофкирхе, знаменитый Дрезденский собор, и башня Хаусманстурм Дрезденского замка, который выполнял функцию резиденции профюрста в Саксонии. Дрезденский собор площади по мосту Августа Сильного и переходим Эльбу. На противоположном берегу видит будничный и ПГДРовский унылый послевоенный Дрезден, но и перейти на правый берег нужно обязательно, хотя бы для того, чтобы увидеть, как по мне, немного странную конную статую саксонского курфюрста Августа Сильного, но самое главное, именно с правого берега открывается шикарная панорама на историческую часть Дрездена. Возвращаемся на левый берег и входим на театральную площадь, где мы можем увидеть статую короля Иоганна и полюбоваться помпезным зданием оперы Зембера, названной в честь своего архитекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Буквально в двух шагах от театральной площади находится галерея старых мастеров и цвингер, комплекс исторических зданий в стиле барокко. Сейчас мы проходим сквозь арку галереи старых мастеров, куда еще обязательно вернемся. Ну а пока полюбуемся цвингером. Ансамбль цвингера характерный памятник немецкого барокко или сарсонского стиля, основной особенностью которого является необычная пышность и насыщенность декором архитектурных сооружений. Постройки цвингера украшают около 130 статуй из песчаника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Двор цвингера разделен на четыре симметричных сектора цветниками, водоемами и фонтанами. Апофеозом стиля барокко в комплексе цвингер являются Коронные ворота или на немецкий лад Кронентор. Коронные ворота – это аппаратный вход цвингера, выполненный в виде триумфальной арки. Насладившись видами цвингера входим в галерею старых мастеров, чтобы воочию увидеть шедевры Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, Тициана и других величайших художников мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Оглушенные величием осмотренных шедевров, выходим на набережную Эльпы, так называемую террасу Брюля. Название террасы восходит графу фон Брюлю, почему распоряжению на террасе были построены многочисленные сооружения. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас мы видим здание высшей школы изобразительных искусств, основанной в 1764 году. Стеклянный купол школы венчает золоченая фигура богини Молвы и вестницы Зевса – Фамы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, пора возвращаться домой. Дрэндом навсегда останется с нами как удивительно гармоничный, спокойный и изящный город в долине реки Эльпа. Ну а пока... Пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...